Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире «Формула права». С вами я, Анастасия Ибрайчева. И обсуждаем тему сегодня, которую мы назвали «Кредитование и права потребителей». У меня в гостях Дмитрий Лесняк, ранее юрист общества защиты прав потребителей и общественный контроль. Именно так Наталья Метлина, сейчас мой предшественник в эфире, представила гостя сегодняшней программы. Дмитрий, доброе утро. Здравствуйте. На самом деле вы уже работаете в настоящее время адвокатом, являетесь адвокатом, специализируетесь именно на защите прав потребителей. Да, да, так старичько сложилось. Правильно понимаю. Итак, нашим слушателям сразу озвучу телефон 65 10 99 6, код Москвы 495. Мы находимся в прямом эфире, нам можно позвонить, задать вопрос, рассказать вашу историю, поделиться мнением. По теме программы еще расскажу, что это кредитование и права потребителей. Также можно на сайт finam.fm, на страничку «Формулы права» написать, опять же, ваше мнение, вопрос или комментарий. Дмитрий, вот смотрите, кредитование и права потребителей. Немножко, если в историю правовую, скажем так, зайти, я даже бы сказала не столько правовую, сколько правоприменение, правоприменительную практику, которая существовала, четко могу определить, до июня прошлого года. Далеко не всегда к правоотношениям, связанным с банковскими услугами и физическими лицами, с другой стороны, я напомню, что правопотребители у нас возникают только тогда, когда, собственно, потребителем услуг является не индивидуальный предприниматель и уж точно не юридическое лицо. Не для бизнес-целей, не для бизнес-задачи, а для своих личных бытовых нужд, как говорит закон. То есть человек для себя, для чего-то в своей жизни берет в данном случае кредит, потому что обсуждаем мы сегодня именно кредиты. Далеко не всегда суды применяли закон о защите прав потребителей, а там есть и штрафные санкции, дополнительные сроки, и, в общем, масса, в том числе, возможность подать по своему месту жительства, кстати, в суд, и отсутствие государственной пошлины при подаче иска в суд и так далее. Есть ряд льгот, как для потребителей. В июне прошлого года вышло соответствующее постановление Пленума по делам о защите прав потребителей, который четко указал, что правоотношения, связанные с финансовыми услугами, а кредит — это финансовая услуга, у нас подпадают под действие этого закона, оно, естественно, в той части, которая не урегулирована специальным законодательством о кредитах. Вот как сейчас складывается практика, Дмитрий, и какие острые вопросы сейчас именно связаны с кредитованием возникают? Ну да, вы совершенно правы. Действительно, у нас финансовые услуги ранее не всегда воспринимались как услуги, скажем так, да? Ну, вроде бы, вы взяли некую там заемную сумму в личное пользование и обязались ее отдать с процентами. Какая здесь услуга? С другой стороны, и общемировая практика... Это же не товар. То есть у нас есть товар, услуга, работа, да, насколько я помню? Ну, вот сейчас делится. Это не работа, это не товар, но больше ничего не остается. Вот на сегодня у нас практика уже совершенно однозначно сложилась, и она говорит о том, что кредитование воспринимается судами и госорганами как именно финансовая услуга, если кредит получает гражданин-потребитель. И платой за эту услугу являются проценты по кредиту. Это породило тут же целый ряд вопросов, которые постепенно решаются. В частности, возможно ли, помимо платы процентов за кредит, брать еще и некие комиссии? На сегодня практика судебная сложилась таким образом, что комиссии за определенные действия, ну, допустим, за конвертацию денежных средств иностранной валюты, за зачисление денежных средств каким-то вот нестандартным путем, через банкоматы, через кассу иного банка или что-то в этом роде, действительно брать можно. То есть можно оказывать в рамках кредитного договора еще и какие-то дополнительные услуги. В то же время плату за обслуживание кредитного счета, что нас любили делать банки, за выдачу кредита, за рассмотрение кредитной заявки и так далее, брать нельзя. Большинство банков, ну, крупные в первую очередь, конечно, перестроились уже. И что интересно, вопреки мнению многих аналитиков, это не изменило колоссальную процентную ставку. То есть у нас же была такая паника, что вот сейчас дадим потребителям льготы, и у нас тут же вырастут до небес проценты. На самом деле, как выяснилось, это совершенно не так. Процентная ставка осталась примерно на том же уровне, но существует, конечно, инфляция. В то же время потребитель получил право действительно обращаться в суд по своему месту жительства, а банк, в свою очередь, если он настаивает на взыскании с потребителя за должность по кредиту, должен обратиться в суд по его месту жительства. А если в договоре? Вот сразу задам такой вопрос, потому что неоднократно я видела такие кредитные договоры, в которых было указано, что мы договорную подсудность устанавливаем некоему суду. И дальше это совершенно произвольный может быть суд, который удобнее, естественно, банку, но совершеннее потребителю. Иногда это в другом субъекте федерации, особенно Москва, Московская область. Перечень там из 40 судов, которые прямо указаны на договоре. Вопрос, смотрите, он, конечно, дискуссионный, до сих пор четкой, однозначной практики нет и законной нормы на этот счет нет. Общее понимание на сегодня таково, что если стороны договорились, они договориться, в общем-то, имеют право, но стороны имеют право выбирать из трех судов. По месту жительства потребителя, по месту нахождения банка или по месту выдачи кредита. Какие-то иные суды, судебные участки, которые, может быть, банки указывают просто руководствуясь принципом максимальной отдаленности от выдачи кредита, их указывать в качестве договорной подсудности нельзя. С другой стороны, сейчас у нас судебная практика идет все-таки по пути представления потребителя максимальных льгот, ну, как и в других любых отношениях, да, и все-таки, я думаю, что в перспективе ближайшей сформируется однозначное понимание того, что потребитель, как бы не было указано в договоре, может обратиться в собственное место жительства. Это потребитель, если может обратиться. Вот я объясню, почему я такой вопрос задаю, потому что, с одной стороны, и, кстати, мы плавно перейдем сейчас к тому главному вопросу, который для наших слушателей мне бы хотелось сегодня озвучить и о чем поговорить. С одной стороны, когда человек приходит в банк, да, он должен получить как потребитель максимальную информацию о том финансовом продукте, о той финансовой услуге, которую предлагает банк в качестве кредита. И среди этого перечня информации, конечно же, обязательно должно быть указание на суд, если банк хочет включить какую-то специальную подсудность в каком-то другом суду. Очень часто потребители, люди, получают кредиты в филиалах, а сам банк может располагаться даже не в этом городе, районе или области, да, и априори они во всех своих договорах кредитных пишут, что подсудные дела вот там, где главной офис находится. То есть фактически это действительно может быть очень далеко от потребителя. Но при этом нету нормы законодательной, которая бы сказала, что если вы подписали уже это, да, у нас же как люди подписывают? Им дали кредит, слава богу, он им страшно нужен был в этот момент, они подписали все, что угодно. Но если они уже подписали, если вы уже заключили вот это, по сути, соглашение по судности, должны ехать тогда в тот суд. И даже, в принципе, я не сталкивалась с тем, чтобы суды лишали потребителей возможности обратиться в свой суд, принимают иски и рассматривают. Но когда к потребителю будет иск, он будет в тот самый далекий суд, который они согласовали. Ну уж нет, уж нет. Уж здесь плен Верховного суда в своем постановлении говорит однозначно совершенно, что иски банка к заемщику, они подаются по месту жительства заемщика. То есть, грубо говоря, для наших слушателей нужно сказать, что если у нас даже в договоре указан некий суд, который располагается не по вашему месту жительства, то банк к вам может подать только по вашему месту жительства. А вы к банку пока еще четкой, однозначной практики нет, но велика вероятность, что вы имеете право подать по своему месту жительства, либо там по максимально льготному для вас варианту. А вот смотрите, Дмитрий, вопрос сразу такой. Мы частично его уже сейчас захватили. Вот скажите, человек приходит в банк. Ну, как правило, люди приходят в банк не сильно заранее, а когда уже очень надо. И, соответственно, действительно радуются одобрению кредита и бегут скорее получать этот кредитный продукт, получать этот кредит для того, чтобы свои какие-то личные нужды, я говорю сейчас особенно о крупных, это автомобили, это ипотечные тем более кредиты, личные нужды реализовать, либо желания, либо нужды. Тут уж по-разному. Тем не менее, какую информацию потребитель имеет право требовать у банка, и какую информацию банк, вообще говоря, обязан дать потребитель, даже если он специального вопроса не задал на эту тему? Ну, эта проблема, конечно, у нас стоит ребром, в первую очередь как раз с банками, может быть, в меньшей степени с операторами связи. Договор действительно занимает огромный объем печатного текста. Маленькими буквами. Маленькими, крошечными, да. Некоторые, как правило, в регионах отделения Роспотребнадзора регулярно подают суд на банки, и обязывают их привести хотя бы текст договора в соответствии с СанПином, чтобы можно было читать. Но общая практика, она, конечно, такова, что банк стремится максимально вам информацию, так сказать, не додать. Потребитель, он еще до момента заключения договора, еще когда он только имеет намерение такой договор заключить, уже имеет право на всю полную достоверную информацию о том, что он намеревается приобрести. Что касается кредитной услуги, безусловно, он имеет, это прямо указано в законе, право на информацию о сумме кредита. О той сумме, в которой он получает долг. О размере процентной ставки. О графике погашения этой суммы. Ну и о прочих, так называемых, существенных условиях договора. А что существенно? Вот, допустим, что существенно понимаете вы, потому что вы эту тему знаете досконально. Понимаю, я тоже в силу своей профессии. Но далеко не каждый человек, который приходит в банк, он в состоянии разобраться, что является существенным. Да, вот для процентной ставки, для того, сколько ему придется платить, какие последствия будут у нарушения, может ли он досрочно погасить, есть ли плата за это. Ну, это какие-то есть более и менее очевидные вещи. Вот что именно? На этот счет у нас неоднократно высказывались и Центробанк в своих рекомендациях, которые не могут не знать кредитные организации. Они не знают, но не говорят. Ну да, да. Знают точнее. И Роспотребнадзор многократно издавал свои разъяснения на этот счет. Действительно, потребитель имеет право получить в наглядной форме график погашения. Потребитель имеет право знать так называемую эффективную процентную ставку. Я сейчас прерву вас, Дмитрий, потому что мы сейчас должны обязательно выслушать новости. Через две минуты буквально вернемся в эфир и продолжим обсуждать тему кредитования и права потребителей. Итак, мы продолжаем обсуждать тему кредитования и права потребителей. У меня в студии Дмитрий Лесняк, адвокат Московской палаты. Московский адвокат будет, правильно сказать. Ну, а в прошлом юрист Общества защиты прав потребителей и общественный контроль. Более шести лет там проработали и, в принципе, специализируетесь именно на защите прав потребителей. обсуждаем. Я напомню, мы сегодня прилагаем права потребителей к финансовым услугам, которые предоставляют банки в виде кредитов. Итак, телефон студии 6510996 код Москвы 495. Вы можете позвонить, так как мы находимся в прямом эфире, задать ваш вопрос, рассказать вашу историю или высказать ваше мнение по теме программы сегодня. А также можно написать на сайт финам.фм. Дмитрий, вот до новостей мы с вами говорили о том, что нужно узнать у банка. Собственно, говорили об эффективной ставке. Давайте поясним еще, что такое эффективная ставка кратко. Правильно ли я понимаю, что это по сути цена, реальная цена кредита, которая может далеко отличаться от той процентной ставки, которая рекламируется? Да, это по сути реальная сумма, которую вы затратите на обслуживании своего кредита, которая в случае допустим потребительского кредита может отличаться недалеко, а даже в разы. Потому что она включает в себя не только проценты по кредиту, но и целый ряд комиссий дополнительных, инфляционные изменения за период пользования вашим кредитом. Различные платежи, которые входят в ваши обязанности, которые вы обязаны вносить в своевременно банку. Кроме этого, безусловно, банк обязан сообщить вам, на какой срок вы берете кредит, и каким графиком вы обязаны его погашать. Какие у вас предусмотрены штрафы, неустойки, иные санкции за просрочку, как они применяются, что вам будет за то, что вы несовременно внесете какой-то платеж. Банк, мы уже говорили об этом, кроме собственных услуг кредитования, оказывает вам еще и другие услуги. И здесь нужно четко понимать... От которых иногда нельзя отказаться. В том-то и дело, да. Нужно четко понимать, какие комиссии с вас будут взиматься, и каковы их размеры, собственно говоря, каковы сроки их уплаты. Потому что понятно, что даже если эти комиссии, как часто бывает, противозаконные, избавиться от них, вы можете только одним путем. Либо не брать кредит, если вам заранее сказали о их наличии, либо уже судиться с банком, но понимая, что впоследствии он перспективам, конечно, ничего уже не даст, никаких заемных денег, если вы вот такой его враг номер один. Дмитрий, я бы хотела выслушать. У нас звонок. Есть Андрей на линии. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Я вот сам кредиты никогда не брал. Пытался пару раз, но когда видел графики погашения, ну и все условия, то, собственно, меня это лишало всякого желания взять кредит. Да, и хотел бы спросить уважаемого гостя. Вот был случай, знакомые брали кредит, соответственно, потребительский, и потом как бы обнаружили, видно, недочитали, что сумма страхования была примерно приравнена к сумме кредита. То есть взяли одну сумму, а должны были вернуть в два раза больше, потому что, понятно, страховка была несоразмерно взятой суммы. Хотелось бы узнать, может быть, потому что нет на практике. Вы сейчас задали, Андрей, вы сейчас задали очень-очень-очень актуальный вопрос, который мы обязательно собирались сегодня с Дмитрием обсудить, но давайте тогда к нему сразу перейдем. Дмитрий, какое мнение ваше по страховке? Да, мнение есть, конечно, смотрите, вопрос действительно требует глубокого погружения. Давайте так погрузимся, чтобы всем нашим слушателям было понятно. Страховка обязательно только в одном случае. Вы не можете отказаться от страховки тогда, когда у вас залоговый кредит, когда вы покупаете автомобиль, жилье в ипотеку, некий объект дорогостоящий, который передается банку в залог. Вот в такой ситуации, исходя из гражданского кодекса, банк имеет право обязать вас застраховать это имущество на стоимость требований по кредиту. Все остальные страховки, титульное страхование, личное, там, жизни и здоровья, и т.д. и т.п., мобильный телефон, он страхует сейчас на случай кражи при продаже их кредит, все это глубоко добровольно. На самом деле, конечно, приходится исходить от того, что если вы страховку не закажете, скажем так, у банка, значит он вам не одобрит кредитную заявку, собственно говоря, ваши отношения с ним и не начнутся. Как приходится преодолевать такую ситуацию из реального уже опыта? Был у меня один гражданин, который планировал брать большую сумму, наличными деньгами в кредит, действительно сумма велика, ему предложили застраховаться в некой страховой компании, жизнь и здоровье застраховать, что в принципе он не обязан был делать, обозначили сумму страховой премии, которую он должен платить, эта сумма должна была быть включена в сумму кредита, то есть на нее бы еще перспективы процента накручивались, и кроме этого банк настаивал на получении комиссии за подключение к этой его страховой системе, то есть как бы такую вот оплату за посредственную услугу, что он свел вас со страховой компанией. Что мы сделали? Он обратился в ту же самую страховую компанию, нашел там максимально похожий страховой продукт, который реализуется вот гражданину с улицы, и застраховался у них за существенно меньшую сумму, как выяснилось. После этого пришел в банк, который занимался рассмотрением ее заявки, и сказал, что вы знаете, мне в принципе я посмотрел, у меня вот уже есть, недавно совсем я застраховался, и оказывается она буквально идентична. И в этой ситуации, хотя конечно банк наверное мог отказать без объяснения причин, никто бы никогда не узнал, чем он руководствовался, но в этой ситуации банк совершенно спокойно отреагировал на наличие страховки, видимо удивился такому подходу, кредит одобрил и выдал. Ну вот смотрите, вообще сам факт вот этих страховок, дело в том, что очень часто, особенно когда люди берут потребительский кредит, то есть беззалоговый, людей обязывают страховаться, жизнь, здоровье страховать, и соответственно там как правило существуют ежемесячные платежи. А дальше что происходит? Вот это по практике клиенты банально с такими вопросами обращаются. А дальше происходит следующее. Люди застраховались, потому что им очень нужны были эти деньги, но они понятия не имеют, что они могут прийти на следующий месяц в банк и отключить эту услугу. Без комиссии, без всего. Не в банк, а к страховщику, во-первых. В банк, более того, в банк. То есть, ну я рассказываю про конкретную историю, может быть в какой-то ситуации к страховщику, но тогда банк скажет, что мы возможно нарушили условия кредитного договора и возможно, если это прописано в договоре, потребует, например, всю сумму сразу вернуть. А здесь вопрос стоял именно в том, что в банке можно отключить услугу страхования. То есть банк был как агент страховой компании и самостоятельно мог отключить эту услугу и более того, я могу сказать, что я сама по своему кредит, точнее по кредитной карте по своей, точно так же приходила и отключала услугу страхования. Ну, как вам сказать, да, отказаться можно, но не всегда, к сожалению. Но об этом не рассказывают. Потому что банки уже тоже, конечно, научились вам противодействовать. И каким образом? Ну вот таким вот, как вы, да? Что происходит? Гражданский кодекс говорит о том, что при отказе застрахованного лица от договора страхования уплаченная им страховщику сумма даже на будущее время не возвращается. То есть вопрос в том, на какой период времени он авансировал страховщика. Сразу на 5 лет, например. Да, да. Эта сумма тут же снимается со счета клиента, полностью уплачивается премия за весь срок страхования, а дальше он уплачивает просто проценты за нее, как за вот часть своего кредита. Ну вот смотрите, мы пришли с вами к тому, что когда человек приходит в банк, да, помимо того, что он должен спрашивать и, естественно, узнавать, но это ему и интересно, на какой период времени, какая сумма, какая процентная ставка, какая эффективная, то есть полностью вместе со всеми комиссиями реальная получается процентная ставка. нужно еще подробнейшим образом спрашивать про страхование, да, во-первых, навязывает ли банк в какое-либо страхование в случае, если речь о беззалоговом кредите идет, да, если навязывает какое, где, когда и на какой срок сразу нужно застраховаться, потому что если страховка идет, к примеру, каждый месяц, вот то, о чем я рассказывала, то, что было конкретно у меня и у всех владельцев, я думаю, кредитных карт, да, и во многих банках по потребительским кредитам, надо сразу узнать, можно ли отказаться, это, грубо говоря, отключить они называют, да, хотя это не юридическое понятие, отключить эту услугу, это первое, и, соответственно, какие страховые компании, у меня сейчас на эту тему к вам будет тоже вопрос, потому что очень часто приходит клиент в банк, он, допустим, согласен застраховаться, мы сейчас не поднимаем этот вопрос условно, но ему говорят, вот там 5, 10, 15, 20 страховых компаний, в которых вы можете застраховаться, почему человек не может выбрать саму страховую компанию и обсуждается ли это сейчас вообще на законодательном уровне, вот расскажите нам, Дмитрий. Может человек выбрать страховую компанию самостоятельно, в том числе не из того списка, который, ну, то есть теоретически все, конечно, мы рассматриваем, да, на самом деле на практике все гораздо жестче и тяжелее, потому что если банк примет решение отказать вам в кредите, он никогда не будет разъяснять вам свое, чем он руководствовался. Что касается официальной позиции, в том числе многократно выраженной Федеральной темномольной службой, для того, чтобы как раз избежать возможных картельных сговоров между банками и страховщиками, банкам, собственно говоря, не дается право навязывать вам конкретную компанию или список компаний, а банк имеет право рекомендовать вам застраховаться, да, вот на таких-то условиях, которые, возможно, предлагают вот такие вот организации, которые ему известны. Это не должно никак ограничить ваше право по тем же страховым условиям страховаться в любой компании, которая вам интересна. Может быть, у вас уже есть страховка, и может быть, вам кто-то скидочку даст, например, да, может быть, просто страховая компания, вам кажется, более авторитетная, она ближе, там, территориально к вам, вам с ней удобнее работать. Да, в конце концов, тарифы. Самое главное, на что мы смотрим, да, к сожалению, иногда. То есть, сейчас, вот, в настоящее время, Дмитрий, правильно ли я понимаю, что ваша позиция такова, что человек имеет право застраховаться, может быть, уже и обладает страховкой любой компании, а банк имеет право только лишь указать существенные условия страхового договора. Главное, чтобы страховая сумма, которая выплачивается в случае наступления, вот, неприятной ситуации, соответствовала тем требованиям, которые указывает банк. Вот смотрите, а здесь двоякая все-таки ситуация, потому что может теоретически иметься какая-то страховая компания, соответствующая лицензии, на грани банкротства, которая для того, чтобы попытаться как-то выплатить из этой бедовой ситуации, снижает максимально ставки, чтобы как можно больше привлечь людей и подпитаться деньгами в этот конкретный момент. И, соответственно, если эта страховая компания все-таки не выживет, да, грубо говоря, и, не дай бог, произойдет страховой случай в этот период времени, единственный, кто пострадает, по сути, это банк получается. Правильно? И в данной ситуации банки, может быть, и этим тоже руководствуются, говоря о том, что есть компании, которым мы доверяем. Или как? Не нарушаются ли здесь права банка, и, с другой стороны, о чьих правах вперед мы должны думать? Да, вот такой вопрос. Ну, как, еще раз. Значит, если мы говорим о страховании жизни и здоровье, то права банка не нарушаются никак, потому что он вообще не имеет права вам диктовать, обязаны вы или не обязаны страховаться. Это ваше личное решение. Но по видам кредита с залогом это все-таки может сказать. Да, что касается залога, вас могут обязать застраховать заложенное имущество, но уж точно не могут обязать застраховаться в какой-то организации или в организации списка, потому что это явно подпадает под признаки навязанной услуги, которая вам совершенно не нужна. Вы пришли к банку не за услугой страхования, а за услугой финансовой. Но проблема заключается в том, опять же, для человека, который хочет получить кредит, который может его не получить в связи с тем, что он отказался от страхования, решил себя не страховать, и ему никогда не скажут, что это у нас причина отказа, банк не сообщает. Если обращается человек за кредит, ему отказывают в предоставлении кредита в любой сумме, ему просто говорят, извините, отказан. Почему? К сожалению, у меня там нет такой информации, они не говорят. Это абсолютно не секрет, что банки скрывают эти информации. Это, к сожалению, да, это проблема, к сожалению, уже многолетняя. А может быть, стоит просто обязательно раскрывать эту информацию? Да, сообщество потребительское борется уже там, я не знаю, лет 10, наверное, не меньше с тем вопросом, потому что вот с договором вклада, например, когда мы размещаем деньги у банка, таких проблем нет. Это договор публичный, нам отказать не могут, мы приносим деньги, и банками пользуются, уплачивают нам проценты, все у нас нормально. Что касается кредита, в общем-то, с одной стороны, условия одинаковы для всех, реклама одинакова для всех, над рекламой у нас очень строгий надзор, но в то же время вам, хотя вы не являетесь каким-то таким субъектом сомнительным, в любую секунду могут отказать. Не пояснив, вот проблему в чем. Да, никаких там оснований, последствий, намерений, почему так было сделано. А по поводу вам и нам вспомню, что в один период времени был один банк, который отказывал всем адвокатам, видимо, не хотел показывать свой договор. Две минуты слушаем новости, после этого возвращаемся в эфир. Итак, в прямом эфире мы обсуждаем тему кредитования и права потребителей. У меня в студии Дмитрий Лесняк, адвокат, мой коллега, в прошлом юрист общества защиты прав потребителей, общественной контроли. Мы обсуждаем сегодня все, что связано с кредитами, и мы дошли до страховки, хотя там еще масса вопросов именно в приложении действительно к правам потребителей, потому что мы как раз обсуждаем тот вопрос, что кредит — это финансовая услуга, финансовый продукт, который банк нам, по сути, продает, а мы платим в виде процентов за эту услугу. Напомню, телефон студии 6510996, код Москвы 495. Можно позвонить, задать ваш вопрос, оставить ваш комментарий или рассказать вашу историю, связанную с кредитованием и с банками, и вам, естественно, как потребителям. И сайт finam.fm на страничку программы «Формулы права». Можно также ваши вопросы написать, но мы продолжаем эту тему обсуждать. Вот скажите, смотрите, мы обсудили, что помимо тех вещей, которые действительно нам очевидны и нас в первую очередь интересуют, сумма кредита, срок кредитования, график погашения, процент, я уж не знаю, как его назвать, номинальный, грубо говоря, процент реальный, эффективный, который называется. Вот мы обсудили, что еще нужно выяснить по поводу страховки. Во-первых, обязательно ли страховка в этом банке первая. Вспомнили, что страховку банк может по сути навязать только в том случае, когда кредит у нас залоговый, то есть мы что-то отдаем в залог, это может быть автомобиль или жилье, если это ипотечный кредит, какая-то недвижимость. Но тем не менее, в других случаях навязывать не имеет права, но все равно мы в сериале и понимаем, поэтому со страховкой тоже нужно выяснять некий момент. И, соответственно, сейчас, я думаю, мы выслушаем звонок от слушательницы, но после я хотела бы нашим слушателям также озвучить, что же еще нужно спрашивать у банка, чтобы уйти с полной информацией, потому что не секрет, что банк тоже нужно выбирать. Не первый попавшийся, где нам, слава богу, дали кредит, а, собственно говоря, я думаю, что несколько банков могут дать кредит, если человек признается все-таки банком хотя бы одним платежспособным, есть шанс получить и в другом. И нужно объективно выбирать, на основании каких критериев и какую информацию нужно получить. Я еще раз напомню, телефон 65 10 99 6, код Москва 495. У нас на связи Евгения. День добрый, слушаем вас. Доброе утро. У меня такой вопрос. Вот я уже заканчиваю выплату двух кредитов, и поскольку я их брала больше года назад, это было перед Новым годом, в самотохе, вот как раз по поводу этой страховки. И там, и там присутствует страховка, причем в какой-то непомерной сумме, там чуть ли не 29%, в результате я выплачиваю 50% по одному кредиту, 50% по другому. Вы сами понимаете, что это, конечно, огромные суммы. Когда я в один банк, это Банк Пушкина, обратилась, там спустя несколько месяцев, можно ли отключить страховку, мне было гордо заявлено нет. Это надо было сделать через месяц. Естественно, никто об этом не говорил. Могу ли я выплатить оба кредита и потом обратиться в суд и все-таки попытаться как-то вернуть эти деньги? Учитывая, что я понимаю, что незнание закона не освобождает от ответственности, но, в общем-то, эта услуга была навязана. Я считаю, что это нарушение прав потребителей. Судя по сроку, Евгения, единственное, прошу вас радио выключить, потому что немножко у нас эхо идет. Да, я сделаю. Судя по сроку, у вас были потребительские кредиты, да, год? Да. Что скажете? Ну, вопрос-то понятен, вопрос массовый, да? Скорее всего, насколько я понимаю, вот, естественно, не знакомишься с документами, ну, вот, из краткого телефонного такого звонка, скорее всего, как раз та ситуация, которую мы обсуждали, имеет место. То есть была уплачена страховая премия сразу за весь срок кредитования. Вы отказаться, конечно, можете, отключить то, что называется, да, но это не влечет автоматически передачу вам назад денег за услугу страхования. просто потому, что закон говорит о том, что это не связано никак между собой, и при отказе вашего от договора деньги вам не возвращаются. Ну, вот у нас конкретный вопрос. В то же время. Смотрите, можно ли сейчас, вот, человек все заплатил, да, там, просрочек или каких-то неисполнений обязательств, ну, условно, не было, мы не расспрашиваем, заплатил человек все. Может ли сейчас человек пойти обратно, да, и сказать, что верните мне теперь эти деньги, потому что эта услуга мне не нужна была, и она была мне навязана? Ну, вот, я думаю, что здесь, возможно, два вопроса, которые там можно было бы обсуждать. Во-первых, если банки брали дополнительную комиссию за подключение к страховой услуге, да, то вот эту комиссию можно получить или в том числе и отсудить с большим процентом успеха. Кроме того, теоретически можно было бы говорить о наличии навязанной услуги, да, но к этому нужно подходить очень осторожно, посмотреть документы ваши, потому что из договора кредитования должно однозначно следовать, что без подключения конкретного страховой услуги вам кредит не дадут. Чего никогда не бывает в бумаге. Чего, как правило, не бывает, да, потому что банки все-таки осторожно к этому вопросу подходят, ну, иначе это был бы для них серьезный финансовый риск. Обычно нужно целый раздел заполнить, что да-да, именно я и именно эту услугу хочу включить. Да, 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 и если это было так, то я боюсь, что вернуть, по крайней мере, страховку, ну, было бы, если невозможно, то, по крайней мере, очень тяжело. Грустный ответ, хотя я, в общем, вас поддерживаю, потому что мы, мне тоже попадались такие вопросы, и практика судебная, кстати, тоже такова, и я хочу в связи с этим нашим слушателям напомнить, что даже если, вот мы пришли в банк, задали те вопросы, которые мы сегодня в том числе вместе с Дмитрием обсуждаем, что-то было понятно, что-то непонятно, мы не все финансисты, и я не финансист в том числе, да, что-то может остаться не в понимании, и далеко не всегда менеджер банка тоже в состоянии рассказать это все сильно доходчиво и понятно, да, но, тем не менее, существуют документы, которые всегда подписываются при выдаче кредита, и вот эти документы нужно очень внимательно прочитать, потому что у меня были ситуации, в которых клиент, не получая никакой кредитной карты, а тут же, получив в кассе деньги, выяснялось, что он эту карту заказал и платил за ее ежегодное обслуживание этой карты, да, то есть, а у человека даже этой карты не было, то есть, он говорит, да нет, я отказалась сразу карту получать, а как, а все документы составлены на то, что не отказался человек, вопрос в том, забрал он сам этот пластик из банка или не забрал, это совершенно как бы другой момент, да, вот такая форма кредита была, что он зачислялась на карту, беспроцентно снималась, можно было тут же получить в кассе, но, тем не менее, человек платил дополнительную комиссию и так далее, то есть, все документы, которые вы подписываете в банке, все документы, помимо того, что вы менеджера банка должны подробно расспросить, а что, а как, а где, где какая комиссия и остальные вопросы, которые мы обсуждаем с Дмитрием сегодня, все равно нужно читать. И, кстати, я сразу вспомнила, хотя это немножко не касается прав потребителей, но напрямую касается кредитования. Во всех программах, которые хоть немного похожи на то, о чем я сейчас буду говорить, я буду говорить, кстати, договор поручения, поручительство точнее, везде всегда говорю, что всегда нужно читать то, что вы подписываете, по одной простой причине. Очень часто ко мне приходили люди и говорили, вы знаете, к нам сейчас банк предъявил требования, но я же не брал кредит в этом банке, я этих денег-то не видел, почему я должен их отдавать? Смотрим документы, я говорю, наверное, у вас есть договор поручительства. Ну, там была какая-то бумажка, я говорю, что значит какая-то бумажка? И выясняется, что человек попросил, друг, брат, сват, родственник, коллега по работе, кто угодно, попросил помочь в получении кредита. Пришел этот человек у нас с широкой русской душой, он говорит, ну как не помочь? Ну помог, поставил подпись, грубо говоря, предоставил какие-то документы, поставил подпись, заключил договор, вот это вот поручительство. Соответственно, после того, как основной заемщик по той или иной причине перестал выплачивать кредит, естественно, банк обратился в том числе и к поручителю, а поручитель весь в недоумении, почему я должен что-то платить. Вот это яркая аналогия, наверное, с тем, что всегда нужно читать, что вы подписываете, потому что, конечно, юридический документ составлен юридическим языком. Конечно, очень много договоров составлено мелким шрифтом, хотя я не думаю, что это проблема попросить банки тут же напечатать шрифтом покрупнее. Но, тем не менее, все равно нужно читать, потому что, если потом вы приходите в суд и говорите, об этом банк меня не предупредил, эту информацию мне не предоставили, мы сейчас говорим о том, какую информацию должны предоставить, а банк говорит, извините, вот подписанная вами бумага, на каждом они всегда листочки подписывают, очень тщательно ко всем формальностям относятся, и получается, что вроде как о вас поставили в известность, это ваша проблема, что вы не прочитали. И вопрос, что вам такое зададут, о том, что кто-то мешал читать, препятствовал, вырвал у вас, может быть, договор из рук и так далее, принуждал у вас, в конце концов, к заключению этого договора. Нет, не вырывал, не принуждал, не препятствовал, значит, по сути, уведомлено об основных условиях. Поэтому очень важный момент, может быть, много я на эту тему сказала, но это действительно реально важно, все равно читать, потому что очень многие вещи можно понять, не обладая специальными юридическими знаниями. Напомню, телефон студии 651099,6, код Москвы 495, также наш сайт finam.fm, на страничку программы «Формула права» можно ваш вопрос задать или озвучить комментарии. Мы находимся в прямом эфире. Дмитрий, ну, все-таки давайте продолжать. Итак, что у нас? Уже много мы перечислили в программе, что мы должны выяснить, что еще? Ну, я думаю, что все-таки очень важна для потребителя, заемщика, процедура погашения кредита, да, и в том числе досрочного погашения. То есть, во-первых, нужно понимать, как вообще гатить кредит, каким образом, по что он переводом банковским, да, через банкомат, через что. И если у нас есть несколько вариантов для погашения кредита, как обычно бывает, да, то некоторые из них могут быть платными. То есть вполне возможна такая ситуация, когда в кассе банка, в его офисе, вы вносите деньги бесплатно. Ну, понятно, что за это еще деньги брать вообще уже смешно было бы, да. Но за внесение денег через банкомат того же банка на свой кредитный счет вы, может быть, должны денежку заплатить. Тоже касается, там, комиссии за почтовые переводы и зачисления денег, поступивших почтовым переводом и так далее. То есть нужно понимать, удобен ли для вас будет способ погашения кредита. Может быть, неудобства могут вызвать какие-то просрочки и сложности. И какие варианты погашения, сколько вам будут стоить. Ну и принципиальный вопрос, с которым часто люди сталкиваются, это досрочное погашение кредита. Возможно ли оно и возможно ли оно полностью, частично, каким образом, как. А вот такой вопрос, Дмитрий, остались еще банки, которые досрочно не принимают погашения? Мне кажется, сейчас уже, вот какие договоры я не видела у себя, у клиентов у своих достаточно большое количество, и тем не менее я уже не вижу, конечно. Нет, принимают, но, конечно, с некоторым трудом, потому что, ну, понятно, что вы лишаете банк его, вроде бы, денег, на которые он планировал. Значит, в то же время, Гражданский кодекс у нас в последней редакции говорит о том, что вы, получив кредит в любом банке, имеете право досрочно погасить его, там, хотите полностью, хотите частично. Единственная ваша обязанность, это уведомить банк за месяц до погашения кредита. То есть, технически это выглядит так, что вы приносите заявление в банк с просьбой зачислить такую-то сумму в счет досрочного погашения. Сумма эта может быть любой, на ваше усмотрение, там, включая полностью ли ваш долг по кредиту или какую-то часть, вдруг у вас образовались свободные деньги. Получаете по возможности отметочку на этом заявлении, чтобы потом было что показать, в том числе и в суде, не дай бог. И в течение месяца с момента вручения этого заявления обеспечиваете наличие на вашем кредитном счете вот той суммы, которую вы планируете внести. Через месяц эта сумма должна автоматически списаться в счет погашения. Кредита и, естественно, проценты там дополнительные за пользование этой суммой вы не оплачиваете, вам это будет достаточно выгодно. В чем проблема, как правило, бывает, да? Вы приходите в банк, как вот обычный потребитель, который потом звонит по телефону, в том числе и мне, приходит и приходится их разочаровывать. Человек приходит в банк, говорит, а можно погасить досрочно? Ему говорят, да, конечно, можно. А, ну хорошо, он берет там некую сумму, да, вносит ее в кассу, в банкомат, каким-то образом, и он абсолютно уверен, что он погасил досрочно кредит. А с этой суммой банк просто потихоньку списывает то, что он должен. Да, да, банк, конечно, руководствуется графиком погашения кредита, который подписали стороны, начисляя ему все возможные проценты, комиссии, все, что указано в графике погашения. Потребитель об этом узнает, может быть, не сразу, а через год-два, когда к нему приходят уже коллекторы, там какие-то страшные люди, угрожают ему карами небесными и так далее. Вообще, это очень важный момент, и, кстати, именно вот та ситуация, о которой вы сейчас, Дмитрий, рассказали, она достаточно часто происходит. В первую очередь, и более того, это должен знать именно потребитель, нужно выразить свою волю на то, чтобы досрочно погасить. Сам банк не должен догадаться, что если у вас вдруг на счету оказалось много денег, то он должен забрать их все. Наоборот, это было бы странно, да? То есть у банка действительно существует тот график, который вы подписали, и обязательство, которое вы приняли на себя по погашению этого кредита, именно в таком порядке, и он действительно в этом порядке будет эти денежные средства забирать. И в какой-то момент они закончатся, а кредит-то не закончится, потому что проценты-то все идут, а на проценты вы не рассчитывали, считая, что вы погасили досрочно. Вот это обстоятельство мне хотелось бы в программе подчеркнуть. Если потребитель, если наши слушатели, хочет погасить в любой части полностью кредит, который у него имеется, обязательно должно быть его волей заявления. Нередко, кстати, в банках требуют по форме банка заполнить все, что угодно, но вы имеете право забрать с собой вот эту бумагу или копию этого бумаги со штампиком банка о том, что они приняли такое заявление. И только в этой ситуации ваше разбирательство в будущем может стать эффективным. Две минуты, слушаем новости, возвращаемся в эфир. Мы продолжаем обсуждать тему кредитования и права потребителей. У меня в студии Дмитрий Лесняк, адвокат, мой коллега, в прошлом юрист Общества защиты прав потребителей и общественный контроль. И напоминаю еще раз телефон студии 6510996, код Москвы 495. Мы находимся в прямом эфире, нам можно позвонить, задать вопрос или рассказать историю, или прокомментировать тему, которую обсуждаем сегодня, либо все то же самое написать на страничку программы «Формулы права» на сайте finam.fm. Дмитрий, и все же, вот мы обсуждаем, так много всего надо узнать, предполагая при этом, что все-таки за кредитами большая часть людей, которые обращаются, не обладают ни юридическими специальными познаниями, не являются банкирами и экономистами. То есть у них другие специальности совершенно, поэтому это вопрос, которым они не столь сильно владеют. Вот вопрос с предоставлением информации при обращении человека в банк. По моим наблюдениям, споры, которые возникают с банками у потребителей, они зачастую в большой именно части возникают именно потому, что потребителю правильно и грамотно не рассказали о его кредите. И он исполнял договор, отталкиваясь от чего-то одного, а потом выяснилось, что немножко все было по-другому. И вот есть некий результат, он где-то не соблюдает, как выяснился этот договор, и какие-то негативные последствия юридически наступают. Вот по вашей практике как? Может быть, случай какой-то из практики интересный? Ну, смотрите, практика действительно, она, наверное, складывается из двух направлений в основном. С одной стороны, это оспаривание очевидно навязанных услуг, ну, очевидно, там, в большей или меньшей степени, но ни для кого не секрет, что банки, можно сказать, как правило даже, навязывают некие услуги сверхплаты за пользование кредитом, сверхпроцентов. В каких-то случаях это совершенно очевидно, как, например, так называемый судный счет, который уже многократно обсуждался везде, где угодно. Уже из средств массовой информации нам всем известно, что судный счет у нас не подлежит оплате ни его ведения, ни его обслуживания, ни какие-то другие услуги, связанные с его наличием, поскольку это обязанность банка, а не, так сказать, какая-то платная услуга. Но те услуги, которые нам оказываются за деньги в качестве дополнительных, они бывают и несколько более завалированными. Ну, например, один из банков у нас принимал заемщиков комиссии заведения горячей линии своей, да? То есть вы можете в любое время, круглосуточно, причем уже представляется как некое положительное свойство, да? В любое время можете позвонить, вас сопроводят, расскажут, проконсультируют. За это нужно заплатить некую сумму в месяц. Безусловно, часто встречаются случаи, когда вы оплачиваете, вносите сумму на один счет, текущий счет, да? После чего за ваши же деньги сумма кредита, она переводится на, так называемый, счет кредитный. Это тоже, исходя из судебной практики, неправильно, потому что закон не обославливает получение вами кредита заключением еще одного договора банковского счета. А при этом же может быть еще и даже не один счет, да? Например, еще один валютный, после чего там следующий рублевый. То есть мы начинаем обрастать в этом банке уже сразу какими-то счетами и комиссиями. Принесение каждого платежа платы за конвертацию, за перевод, в том числе неоднократно и т.д. Ну и второе направление, от которого отойти невозможно, это защита тех заемщиков, которые по каким-то причинам не смогли своевременно обслуживать свои обязательства кредитные, да? И когда, может быть, они добросовестные и готовы были бы уже что-то платить, они уже обросли таким количеством неустойек штрафов, штрафных процентов и т.д., что просто физически уже невозможно какие-то меры принять для погашения своей задолженности, потому что ваши деньги, которые вы внесете в какой бы ни было сумме, все они уйдут в первую очередь в счет штрафных процентов различных страшных санкций, а уже в последнюю или одну из последних очередей в счет погашения основного долга. Что, в принципе, тоже не совсем правильно, потому что Гражданский кодекс, ст. 319, говорит о том, что в первую очередь у нас должны погашаться проценты за пользование кредитом, после чего, собственно говоря, его стоимость, то сумма, которую вы взяли в долг. Штрафные проценты неустойки комиссии и т.д. В последнюю очередь. Ну, в одну из последних очередей, там уже можете договориться. А вот скажите, у меня в связи с этим вопрос, Дмитрий. Существует ли у банков, сейчас даже поясню, откуда у меня этот вопрос. Вопрос следующий. Существует ли у банков, ну, скажем так, обязанность по договоренностям со своим потребителем, у которого возникла какая-то ситуация? Спрашиваю, почему у меня такой вопрос. Дело в том, что у нас в свое время была программа по кредитам. Она была не с точки зрения именно потребителя, а непосредственно по механизму кредитования и вот того, что внутри происходит, чтобы рассказать нашим слушателям. И у меня в гостях в качестве экспертов были два сотрудника разных банков, которые как раз являлись специалистами в этой области. И они рассказали, сейчас ссылаюсь на них, потому что первоисточник, к сожалению, я не читала, что многие банки исходят из одного исследования, у них свое какое-то название, что у каждого человека примерно статистически раз в пять лет возникает сложная финансовая ситуация. И она длится примерно до шести месяцев. Ну вот некие усредненные такие данные. Это может быть связано со сменой работы или с утратой работы, но у кого с чем. Но тем не менее, если мы говорим о долгих каких-то кредитах, это, например, та же самая ипотека, то с большой долей вероятности человек один или два или три раза попадет вот в такую сложную ситуацию. И, соответственно, с большой долей вероятности заемщики по длительным кредитам действительно попадают в тот период, когда им сложно гасить вовремя кредит. После этого они выравнивают свое положение и, в принципе, могут совершенно стабильно и нормально дальше выполнять свои условия. Вот все банки ведут себя по-разному. Я понимаю, что юридически, наверное, нет нигде обязательства заключить мировое соглашение, даже в суде, даже если мы говорим о суде. Но как обычно поступают банки и можно ли на стадии заключения кредитного договора уже выяснить, причем выяснить не так, да, конечно, мы идем навстречу, при этом это никто нигде не гарантирует, а выяснить более подробно и обстоятельно, что может происходить в случае, если в течение какого-то времени заемщик не сможет справляться со своими обязательствами, но при этом не собирается от них отказываться. Вот как здесь поступать? Ну, как? Конечно, достоверно выяснить там поведение банка, возможно, и через пару лет, я думаю, что это нереально. На словах, конечно, кредитный эксперт вам скажет, что да-да, безусловно, мы с вами будем договариваться, потому что человек, который находится на проценте от совершенной сделки, и ему выгодно буквально прям вот сегодня заключить с вами договор, подписать пачку документов, получить процент к своей зарплате. Именно этот человек с вами больше не будет иметь никаких отношений. В то же время практика показывает, что, в принципе, банки достаточно лояльно относятся к заемщикам, к тем, которые не пропадают, не скрываются, не продают заложенное имущество, не совершают там всяких хулиганских вот таких действий, а сами выходят на связь, в первую очередь, говорят о том, что действительно такая ситуация есть. Вот у меня документы подтверждающие, там родственники, болею, работа и т.д. Предлагаю вот такие-то варианты отсрочки, рассрочки платежей, и прошу вас согласовать. В принципе, это вполне рабочая ситуация, и банки на это идут гораздо с большим интересом, чем на судебное разбирательство. Потому что понятно, что для банка судебный процесс — это, во-первых, завешенные деньги на месяцы, там порядка полугода, да. А потом взыскание процедуры определенной. Во-вторых, да, все прекрасно понимают, что взыскать у нас что-то с частного лица, если только это не квартира в ипотеке, да, это, ну, не то что невозможно, но крайне сложно. Кстати, вот у нас просто немного времени осталось про коллекторов сразу вопрос. Имеет ли право, это тоже же обсуждается очень активно, да, банк обращаться к коллекторам, собственно, сдавать им долги вот такие физические. Да, 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 вот это я тоже хотел поднять вопрос. Значит, тот же самый плен Верховного суда у нас специально отметил о том, что передать вашу задолженность по кредиту банк может только в том случае, если прямо на стадии заключения договора он в нем указал, кому он ее имеет право передать. Значит, у нас еще один к нашему списочку добавился вопрос, который нужно выяснить в банке еще до того, как вы заключили кредитный договор. Включается ли в этот договор пункт о разрешении банку передать коллекторской компании долги по этому договору? Правильно я понимаю? Да, да, в одном случае он может передать только другому банку. Но не коллектору, да. Ну, это очень важный момент для наших слушателей. Итак, я напомню, на самом деле у нас три минуточки буквально осталось, но тем не менее телефон студии скажу 6510996, код Москва-495. У нас есть с сайта вопрос, задает вопрос Михаил. Звучит он следующим образом. Как правильно известить банк в случае гибели родственника, о котором было известно, что он выплачивал кредит? Ну, как идеальный вариант, я считаю, нужно получить дубликат справки о смерти в ЗАГСе, либо дубликат, либо материально заверить свидетельство. И либо ценным письмом с описью вложения, с уведомлением о вручении направить по местонахождению банка, либо отнести в офис банка, получить отметочку на вашем экземпляре, что у вас все принято. Для этого еще нужно знать, какой банк, да, где он кредит платил. Ну, да, но если я так понимаю, что вопрос возник, видимо, к человеку уже пришли там какие-то коллекторы или страшные люди, пугающие неустройками и штрафами. И, видимо, можно понять, что это за долг и предпринять меры разрешения. Действительно очень важно, между прочим, в этой ситуации, как раз, если это какой-то длительный кредит был, было застраховано это лицо, само по себе, то в данной ситуации у нас даже наследники не будут этот кредит выплачивать, если у него имел страховка. На самом деле проблема, конечно, есть. Проблема в чем? У вас на руках ничего, как правило, нет, да? Ваш родственник умер, вы его наследник, вы, знаете, не знали, какие он кредиты брал. В его там документах, которые вы обнаружили, этого ничего нет. Банк вам говорит, что он с вами никаких отношений не имеет, и вам ничего тоже не предоставит никакой информации. Бывает, что приходится решать и в судах. У нас буквально минуточка, я почему перебила, потому что у нас есть звоночек. Евгения, слушаем вас, но очень-очень-очень кратко. Очень быстро тогда звонок сорвался. Вот такой вопрос. У меня с одним банком, я хочу, конечно, с ним мирно решить все вопросы, но он уже предупредил, что передаст коллекторскому агентству. Я ему на это сказала, что коллекторские агентства никакого юридического статуса не имеют. Я тогда вам сказала, что нет, не коллекторскому агентству мы передадим, мы заключим с ним агентский договор. Вправе или не вправе хотите спросить? Да, 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 я все понял. Кратенька, Дмитрий. Смотрите, да, поскольку у нас коллекторская деятельность практически не урегулирована никак до сего момента, что делают банки? Они нанимают некие организации за процент от полученной суммы. Не уступку делают, да? Не уступку, да, они их нанимают в качестве субподрядчиков. И те организации со страшными названиями, типа там пристав, там что-то в этом роде, да, они занимаются тем, что рассылают там страшные письма, звонят, приходят там рано утром, звонят в дверь, и вас запугивают. Более ничего не имеют права делать. Если вы внятно, желательно письменно сообщите этим вот с псевдоколлектором, что вы ничего платить не намерены, ну или там намерены, но не им, по крайней мере, да, от вас тут же отстанут, вернут документы банку, у меня краткий вопрос. 30 секунд у нас, Дмитрий, поэтому начинаю перебивать. Тем не менее, мы выяснили, что не имеет права заключить сессию, если об этом сразу не указано было в договоре. А агентский может заключить? Конечно, конечно. Агентский может заключить. Я думаю, мы ответили на вопрос с Евгением. Итак, обсуждали мы сегодня кредитование и права потребителей. У меня в студии был Дмитрий Лесняк, мой коллега, адвокат, и в прошлом юрист общества защиты прав потребителей и общественный контроль. Каждый четверг с 11 до 12 утра «Формула права» в прямом эфире. Слушайте нас, возвращайтесь и оставайтесь на волнах Финам. Спасибо.